Турнир «Фламинго» проходит в городе Надбугом в третий раз. Синхронистки, представительницы Беларуси, России и Украины приехали в областной центр с четкой целью победить. Несмотря на юный возраст, а верхняя граница в старшей группе – 15 лет, спортсменки уже понимают – от настроя зависит многое. Тем более, с каждым новым стартом конкуренция только растет. Уровень участников растет, но представители России сейчас наиболее сильные, поэтому для нас это очень хорошая школа, приобретение опыта, поэтому расти надо выше и дальше. И для детей это очень такие знаковые турниры. Брещину на турнире представляла команда, которая занимается на базе областного центра Олимпийского резерва по водным видам спорта. Сам спортивный стаж большинства синхронисток еще небольшой, но успехи, которыми можно похвастаться, уже есть. Однако спортсменки уверены – большие победы впереди. Я занимаюсь три года, и мне просто захотелось как-нибудь сделать так, чтобы я была чуть-чуть знаменита, чему-нибудь научиться. Много соревнований уже было? Ну, да, много было. Есть какие-то победы уже, призовые места? Ну, есть два первых места. Я занимаюсь синхронным плаванием с шести лет, мне сейчас девять лет, и мы занимаемся синхронным плаванием, чтобы стать олимпийскими чемпионками и показать нашей стране, что мы сможем выступить за всех. Мне очень нравится, очень красиво, когда выступают. Мне нравится заниматься. Сложно? Да. А что именно сложно? Ну, там всякие движения, очень сложный, быстрый счет. Ну, вот сегодня вы уже выступили. Как тебе кажется, удалось? Все получилось, что планировали? Ну, мне кажется, не совсем, но мы стремились к победе, все старались. Нам очень нравится заниматься. Состязания длились несколько дней. Синхронистки соревновались в обязательной и произвольной программах. К слову, турниры по синхронному плаванию в Бресте проходят регулярно – весной и осенью. Весенние называются фламинго, осенняя – золотая осень. А потому тем, кто не смог погрузиться в атмосферу красоты, играться и балета на воде, в этот раз расстраиваться не стоит. Скоро в городе над Бугом стартует очередной турнир. Анастасия Стропкова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БугТВ.